Мы уже не раз рассказывали вам о многочисленных случаях бездействия управляющих компаний, когда они то за домом плохо следят, то двор из рук вон плохо убирают, то игнорируют жалобы жильцов на аварии. Всё это можно сказать об одной из многоэтажек в Тверском микрорайоне Южный, где накопился целый ряд проблем, а весеннее потепление сделало ситуацию и вовсе нестерпимой. Эта многоэтажка на Октябрьском проспекте совсем не старый дом. Здание с оригинальным внешним видом, с нестандартными планировками квартир, где есть даже мансардные световые окна. Неудивительно, что жильё тут активно раскупалось. И всё бы хорошо, если бы не проблема с управляющей компанией. У Натальи Лазиной они начались с самого момента вселения, 7 лет назад. Проблемы начались сразу же в первую зиму, когда пошла оттепель, и буквально ночью на меня с потолка, у меня здесь стояла кровать, полилась вода из-под люстра. Мы сразу позвонили в управляющую компанию. Они сказали, что там нужно снег счищать, что-то делать. И с тех пор так и живём каждый год. А нынешней весной здесь начался настоящий потоп. Так что мужу Наталье пришлось раздобыть самую настоящую 200-литровую бочку. Иначе пришлось бы тут сидеть круглосуточно и выливать вёдра. А Наталья с мужем и тремя детьми вынуждена была пока съехать, так как в квартире сыра, как в подвале. На стене плесень и грибок. У Алены Палу плесень и грибок стали причиной проблем со здоровьем, помимо необходимости делать постоянные ремонты. Мы только сделали ремонт, в 21-м году всё посыпалось, потекло. Мы вошли в суд, управляющая компания по суду нам выплатила ущерб по квартире. Мы переделали опять ремонт и снова всё потекло. Там плесень, везде плесень, у меня аллергия, в общем, не знаю. Александра Гейдельбах живёт не на последнем этаже. Однако протекающая крыша недавно стала и её проблемой. Потоп был такой, что натяжной потолок едва выдержал. А швабра и ведро до сих пор стоят на готове. 17 января потекло в ванной из светильника. То есть начало просто капать оттуда. Приехал ко мне человек, который обслуживает у нас крышу, Александр. Поговорили, он мне сказал, что проблема с крышей очень давно, что её надо каким-то образом решать. При этом все жильцы дружно жалуются на управляющую компанию, которая вроде как присылала каждое лето мастеров, которые вроде крышу чинили. Однако каждую зиму ситуация повторяется. Сейчас всё стало ещё хуже. Вода струется из потолков, по стенам и даже по лестницам. Многие считают, что романтично, очень приятно жить рядом с водопадом. Струится вода, успокаивает нервы. Однако жители дома номер 75 по Октябрьскому проспекту так не считают, потому что у них водопад прямо внутри самого дома. И это происходит же на протяжении не одного года. Мы попытались связаться с руководителем УК «Лазурь» Алексеем Прохоровым. Однако как его управляющая компания чинит крышу, так и он общается с прессой. То есть никак. Алексей Викторович, добрый день. Меня зовут Роман Быков, телекомпания «Тверской проспект». Мы прибыли по просьбе жильцов дома на Октябрьском 75. Скажите, пожалуйста, а как так получается, что люди говорят, что из года в год эта проблема существует, а вы никак не можете починить крышу? Алексей Викторович. Жильцы жалуются, что господин Прохоров уверяет, что крышу нужен капитальный ремонт, предлагает им скинуться самим. Дескать, денег нужно много, чуть ли не 2 миллиона. А у управляющей компании их нет. Юрист Дарья Лебедева говорит, что это нонсенс. Верховный суд уже рассматривал подобные споры. Если крыша течет, управляющая компания не справляется со своими обязанностями. Собирает с них деньги ежемесячно за содержание дома. И обязаны за счет этих средств, за счет средств, которые есть в управляющей компании, ремонтировать и содержать в надлежащем виде многоквартирный дом. Поэтому у жильцов есть все шансы по решению суда заставить УК «Лазурь» капитально отремонтировать крышу этого дома. А еще люди надеются, что наконец-то должным образом на работу управляющей компании отреагирует госжилинспекция и прокуратура. КОНЕЦ Продолжение следует...